На какие средства будет жить Тишкар-Ала в ближайшие три года? В мэрии прошли публичные слушания, посвященные проекту бюджета столицы на ближайшие три года. Документ составлен финансовым управлением администрации города. Проект бюджета представили общественникам, представителям региональных политических партий, руководителям городских предприятий и организаций и неравнодушным горожанам. Бюджет сверстан бездефицитным, социально направленным. Значительные средства заложены на развитие инфраструктуры. В следующем году ожидается увеличение доходной части бюджета примерно на треть по сравнению с 2018 годом. Это станет возможным благодаря увеличению доли безвозмездных поступлений на 60%. Сумму, близкую к миллиарду рублей, планируется потратить на образование. Речь идет о строительстве общеобразовательной школы и детских садов. В 30 лет в Вишкаролине строили школу. Последняя школа, это 29-я, которая была построена в эксплуатации в 89-м году. Уже сейчас строительство школы в 9-м в микрорайоне ведется, а на будущий год будут очень серьезные федеральные вливания для того, чтобы эта стройка продолжалась и была закончена максимально короткие сроки. Сразу 6 детских садов, предусмотренных строительство или завершение строительства в следующем году. Два из них, значит, это детские сады очень крупные, на 320 мест. Это микрорайон Восточный и микрорайон Интеграл. Еще два детских сада на 320 мест запроектированы в проекте бюджета следующего года. И два детских сада будут поскромнее. Кроме того, что вот эти 6 детских садов будут строиться, у нас еще будет в проекте бюджета предусмотрено софинансирование по пристрою детскому саду 49-му. И какие-то суммы будут предусмотрены для ввода в эксплуатацию детского сада, который строится рядом с микрорайоном, рядом с ареной Марио. Итого 8 детских садов. То есть это действительно беспрецедентно для города Ишкрылы. Это серьезный шаг в том, чтобы ликвидировать дефицит мест в детских садах. И это всего лишь одно из направлений, о котором мы говорим, по участию в федеральных программах. В проекте бюджета на предстоящие три года учтено участие столиц региона в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Предусмотрено проектирование капитального ремонта существующей ливневки в городе, а также включены средства на еще один крупный проект – систему реконструкции очистных сооружений. В следующем году планируется полностью переоснастить городское освещение светодиодными лампами. А это около 14,5 тысяч источников света. В рамках проекта «Современная городская среда» запланирован ремонт и реконструкция в Ишкороле парка Победы. Проект бюджета участниками публичных слушаний был принят единогласно. Теперь дело за депутатами горсобрания, очередная сессия которых состоится 21 декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова